Здравствуйте, уважаемые гости. Компания Кодерлайн приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча будет посвящена дивидендам, расчетам с невезидентами, переносу сроков выплаты, зарплаты и так далее. Все это связано у нас с одним важным моментом, как подача уведомлений два раза в месяц. Соответственно, мы поговорим об этом и о других программах, в частности о ERP. То есть мы с вами сегодня будем смотреть на примере ERP и ZOOP. И, собственно, если вам оказалось, например, по какой-то причине неудобным время проведения, или вы не смогли досмотреть до конца, то вот наши контакты, вы на экране их видите, телефоны, электронная почта, телеграм-каналы и адрес сайта. И вы можете на сайт зайти немножко позже. Мы выкладываем записи наших вебинаров. Ну, возможно, вас еще что-то заинтересует. Там у нас много всякой разной информации. Вести сегодняшнюю встречу буду я, консультант-аналитик Галина Гардышева. И, соответственно, мы начинаем. Сегодня мы поговорим с вами о законодательных изменениях, которые надо обязательно учесть в 2004 году. И мы поговорим, как это оформить. Поговорим, на что повлияло на самом деле потаща двух уведомлений в месяц. Опять же, какие нормативные локальные акты и настройки она вызвала. Изменения в работе с ней резидентами. Соответственно, здесь у нас пойдут и дивиденды, и резиденты, и изменения в налогообложении. Поговорим про разные отчеты, про сервисы. Ну, и вообще постараемся объяснить необъятное. Итак, как будет сегодня построена наша встреча. Мы с вами нормативные акты будем смотреть по слайдам. И будем параллельно переключаться на демо-базы. И что я сейчас сделаю? Вот так. И, соответственно, мы будем на двух демо-базах смотреть. На демо-базе ERP и демо-базе ZUB. ERP у нас один из последних релизов. На релизе я именно, к сожалению, в это время обращаю особенное внимание. Потому что, соответственно, все вот эти законодательные изменения вызвали изменения и регламентированных отчетов, и правил составления отчетности. Поэтому очень важно, чтобы, если вы берете составление, допустим, каких-то отчетов, у вас был последний релиз. Посмотреть, какой релиз у вас можно вот по такой пиктограммке. И здесь нас интересует и вот эта пиктограмма, и с точечкой в кружочке. Это информация о программе. Сначала мы можем посмотреть информацию о нашей платформе, и потом информацию о релизе конфигурации. Сейчас уже есть более поздние релизы. Но вот этот релиз, это релиз, который введен 21 января. То есть, в общем-то, достаточно свежий релиз. И в нем есть все изменения, которые коснулись 2024 года. Это, собственно говоря, в составе ERP входит полностью функционал зуб-корп. О, зуб-проф, извините. И, соответственно, мы будем иногда смотреть здесь, иногда переключаться на зуб. И то есть, где наиболее значимое отклонение, там будем смотреть на обеих примерах. Теперь снова возвращаемся к нашим слайдикам. И так, начинаем нашу экскурсию. Ну, просто сначала напомню, что такое дивиденды. Это выплачивается по итогу налогового периода. За весь период какая-то часть чистой прибыли, которую акционеры решили распределить нам выплаты. То есть, в обоих случаях, если акционеры, например, АО или ООО решили сделать выплаты, то это могут быть и физические, и юридические лица. Законодательно у нас есть некоторые ограничения, ну, как всегда. То есть, наличие чистой прибыли должно соответствовать данным бухгалтерской отчетности. То есть, должен быть полностью оплаченный уставной капитал и величина чистых активов, обратите внимание, чистых активов больше суммы уставного капитала. Ну, естественно, если у предприятия не имеется признаков банкротства. Решение должно быть оформлено, обратите внимание, протоколом общего собрания. И там же определяются суммы, которые приходятся, ну, как к какому-то конкретному участнику. Может быть, разная в зависимости от доли, сколько у него долей. Может быть, одинаковая, но выплата у нас может осуществляться в денежной форме. Или, может быть, в натуральном виде, то есть, каким-то имуществом или готовой продукцией. Но имущественная форма привязана к реализации, что ведет за собой дополнительное начисление расходов. Поэтому, конечно, выгоднее получать денежную компенсацию. И еще хочу обратить ваше внимание, вот на какой момент. То есть, когда мы говорим про дивиденды, здесь не входит рынок ценных бумаг. То есть, там, где, ну, например, Газпром или какие-то аналогичные монстры. То есть, мы говорим об обычном предприятии с небольшим количеством собственников. Ну, естественно, это не рынок обращения оценных бумаг и не торговля акциями. Начнем с простого. То есть, у нас дивиденды присутствуют, ну, естественно, и в ERP, и в ZUP. Единственное, немножко различается компоновка этих. Ну, вот, например, в ERP в разделе регламентированный учет у нас есть расчет начисления дивидендов. А здесь, значит, мы с вами сейчас переключимся, чтобы это посмотреть ручками. Вот, так, сейчас мы переключимся на ERP и регламентированный учет. И вот у нас с вами начисление дивидендов. И если мы переходим сюда, то мы можем через кнопку создать, делать начисление дивидендов, документ начисления дивидендов. И здесь, соответственно, вот этот вот хочу обратить внимание вот на этот пункт. Что значит, если мы проставим здесь галочку, чекбокс так называемый. Вот это красивая зеленая галочка. Вот это, что такое, непонятно на первый взгляд. Но по вот такой тематической справке мы наступаем, мы на нее наступаем и получаем справку, что здесь такое. На самом деле мы можем выплатить юридическому лицу или физическому лицу. То есть мы выбираем по этой справке. Я вот выбрала для примера, что у меня есть вот такой акционер. Ну и, соответственно, заполняются все сведения, которые мы имеем про начисление и выводятся в отчетность. В зарплате и управлении персоналом это у нас немножко не так. Но мы сейчас как бы не будем здесь переходить. Посмотрим по-другому, когда перейдем в этот блок. Так, значит, вот мы с вами вернулись в начисление дивидендов. И дальше нас будет с вами интересовать такая подробность. Резиденты. Поскольку у нас по резидентству произошли некоторые изменения, то вот в отношении дивидендов они составляют вот таким образом. То есть признаются ли участники выплаты дохода резидентами Российской Федерации. В этом случае для них зависит ставка. И обратите внимание, то есть то, что мы уже привыкли считать, то есть 12 месяцев на территории России, не менее 183 дней. При этом не обязательно подряд гражданин признается, если он пребывал на территории России, налоговым резидентом. И в этом случае не играют роли периоды, когда он ездил на лечение, на обучение. И в 2024 году НДФЛ дивидендов должна начислять сама компания. То есть человек должен получить уже чистые деньги на руки, с которых он ничего не должен дополнительно платить. Если он является учредителем, то соответственно действует тот же самый порядок. Но обратите внимание вот на такую табличку. Если у нас получателем доходов является российская компания, то в этом году ставка дивидендов составляет 13%. Если получателем дивидендов является российская компания, но она владеет не менее чем 50% акций в уставном капитале, и соответственно 365 дней, то есть один год до решения принятия дивидендов она владела этой долей, то есть не меньше, то в этом случае ставка нулевая. Если это иностранное государство, 15%. Ну если только не предусмотрены другие международные соглашения. А вот теперь вроде бы вот такую хорошую, понятную систему у нас склинилось два уведомления по НДФЛ. Как вы знаете, с 1 января подача двух уведомлений в месяц это у нас обязательная практика, и ее в обязательном порядке должны применять все, кто работает с единым налоговым платежом. То есть не позднее 25 числа должны подать уведомления за текущий период с 1 по 22 число, и потом не позднее 3 числа текущего месяца за период с 23 по последнее число предыдущего месяца. То есть двумя частями. И вот эта процедура вызвала, в общем-то, ну много шума, много проблем, и много нервов стоило бухгалтерам и кадровикам. То есть в связи с тем, что ввели такое обязательное двойное уведомление, многие компании стали изменять сроки выплаты заработной платы. То есть, собственно, идея изменения заработной платы, это чтобы укладываться в один расчетный период по НДФЛ. Ну, для этого, собственно говоря, можно выставить сроки зарплаты, вот как у нас на экране показано. То есть подогнать, чтобы меньше было проблем, чтобы в один отчетный период встали. Но обратите внимание, это не обязательно. Если в компании много работников, то есть, соответственно, будут и больничные, и отпускные. То есть подача НДФЛ, долг НДФЛ все равно неизбежна. И также при этом нужно не забывать, что требования 136 пункта Трудового кодекса никто не отменял. И зарплату надо выплачивать каждые две недели, грубо, то есть каждые полмесяца, не позднее 15 календарных дней. Потому что в противном случае у вас сотрудник может прекратить работу и написать заявление, что он прекращает работу в связи с невыплатой заработной платы свыше 15 дней. И, короче, у вас будет открытый конфликт. Собственно говоря, два уведомления в день у нас связаны с тем, что мы теперь не можем платежками уведомлять налоговые органы об оплате каких-то и каких-то налогов. И к тому, что у нас по НДФЛ теперь приоритетная система оплаты. Собственно говоря, в связи с этим у нас возникает вопрос, как оформить НДФЛ, как оформить все изменения, которые произошли, если особенно вы поменяли сроки выплаты заработной платы, то здесь получается, что эти изменения должны быть оформлены в соответствии с общими установленными правилами. И это значит, что вам нужно изменить учетную политику. Собственно говоря, требования по изменению учетной политики у нас остались прежние. Там ничего нового не поменялось. Осталось точно так же два вида изменений. Вы можете составить новую учетную политику, а можете принять приказом изменения в учетную политику. И там, и там. То есть изменения должны быть указаны. И должен составить приказ руководитель предприятия последними числами года. И в этом приказе должно быть оговорено, что учетная политика применяется с 1 января, например, 2004 года. Если этот приказ будет датирован первыми числами января, например, приказ ввести в действие учетную политику на 2004 год, датирован первыми числами января, то в этом случае учетная политика начнет действовать через год, то есть с 2025 года. Теперь еще один такой интересный момент. Сейчас мы переключимся. Это у нас слайдик выдержка из ERP и в рекламентированном учете. Вот сейчас мы переключимся на единый налоговый счет и поговорим про уведомления. Соответственно, так, и наше ERP, вот, и регламентированный учет. Раздел регламентированный учет у нас состоит из раздела 1С отчетность и единый налоговый счет. Вот это, во всяком случае, те разделы состоит, оно, конечно, из больших разделов, но нас интересовать будут вот эти два раздела. То есть единый налоговый счет, вот у нас уведомление. Ну и здесь мы, соответственно, сталкиваемся еще с одним изменением. То есть в новом году изменилась подача уведомлений и в бухгалтерии, обратите внимание на эту тонкость, в бухгалтерии изменились правила методика начисления уведомлений. Значит, мы с вами формируем уведомления. Бухгалтерия в ERP практически у нас полностью сохранен блок зарплата и управления кадрами и бухгалтерия, но блоки бухгалтерия в зарплате и бухгалтерия в ERP и бухгалтерия в самой бухгалтерии различаются, несмотря на то, что вроде бы казалось ERP это, в общем-то, как бы под одной крышей и бухгалтерия, и зарплата, и производство. Но тем не менее. Значит, нас с вами интересует работа с единым налоговым счетом, ЕНП. И, соответственно, просто мы то, что изменилось со 147-го релиза в бухгалтерии, просто как бы имеем в виду, но сейчас говорить про это не будем. А вот поговорим мы с вами о том, что здесь есть у нас уведомления и в разделе «Декламентированные отчеты» есть и сведения по уведомлениям, и личные кабинеты. Личный кабинет у нас появился и в ERP, есть личные кабинеты и в зарплате и управлении персоналом. Сейчас мы снова вернемся к нашим слайдам. И на самом деле, быстренько, оп, поговорим вот о чем. То есть, при работе с блоком 1С-отчетность у нас с вами формируется, соответственно, уведомление при формировании записи и так далее. Но мы помним, что уведомления у нас в этом случае приоритет имеют по НДФЛ. Соответственно, получается, что если у вас на расчетном едином налоговом счете есть какая-то сумма, и ее хватает, например, на погашение НДФЛ и чуть-чуть там еще на что-то, то у вас в первую очередь будет приоритетно погашена НДФЛ, задолженность по НДФЛ, а уже потом оставшаяся сумма распределена самими налоговыми инспекторами. Даже если вы пошлете уведомление о другом распределении, в первую очередь будет списано уведомление налогового агента по НДФЛ. Еще один момент. То есть у нас с вами в новом 2024 году произошли изменения не только по выплате дивидендов, но и основные изменения, собственно говоря, связаны с вопросом обложения нерезидентов, вахтовиков и по командировочным расходам. У нас с вами произошло... Так... Произошло на самом деле несколько таких значимых изменений. Несколько значимых изменений предусматривают. Во-первых, сравнялись по налогообложению командировочные и прочие выплаты. То есть здесь у нас до Нового года была ловушка компаниям, которые занимаются транспортными перевозками, компаниям, которые занимаются разъездной торговлей, то в этом случае у них командировочные могли быть достаточно существенные суммы. то есть местным локальным актом предусматривался определенный размер оплаты за разъездной характер работы или как-то по-другому называли. И вот этот размер, то есть сейчас разрыв этот размер этот сейчас нивелирован и приведено к единому началью. То есть вместе с тем, что командировочные и суточные были под общие требования приведены. Соответственно, 700 рублей за каждый день командировки на территории России, 2,5 за каждый день командировки в других странах. И, соответственно, эти суммы стали попадать под налогообложения, под НДФЛ. И суточные, и командировочные. Раньше суточные была другая система. Соответственно, у нас изменились не только эти показатели, но и касательно вахтовых методов. Вахтового метода. то есть работы, которая касалась вахтовиков. То есть, пожалуйста, на самом деле прямого запрета на выплаты денег не существует. То есть, ты можешь начислить и 700 рублей. В этом случае они у тебя не попадут под налогообложение тысячи и две, но сумма, превышающая 700 рублей, полностью попадет под налогообложение. И эти законодательные значения нужно привести в соответствие с учетной политикой. То есть, это не только требования законодательства, но если у вас раньше были в учетной политике другие цифры соответственно обговорены, то теперь они должны быть приведены в соответствие. Сейчас мы переключимся снова на наши конфигурации. И напомню, что раздел НСИ, это у нас, так сказать, грубые настройки в ERP. Здесь у нас организации, то есть, нам нужно открыть карточку организации. И здесь уже в карточке организации зайти в настройки и соответственно вот у нас закладка учетная политика и еще зарплата и кадры нас будут интересовать. И в учетной политике соответственно пройти по всем своим показателям, привести их в соответствие с законодательной базой и после этого уже мы переходим спокойно работаем дальше. вот закладка учетная политика на самом деле нас интересует общая система ну единого НВД у нас уже давно не существует но законодательно как бы она еще тут есть и второй это зарплаты кадра то есть нам надо с вами изменить положение это локальные нормативные акты положение о премировании положение о внутреннем трудовом распорядке ну и соответственно в связи с этим изменить САУД изменить спецоценку а вот в разделе кадры нас с вами интересует воинский учет это я немножко забежала вперед но тем не менее я объясню почему мы про воинский учет договорили мы должны зайти сюда вот по гипер ссылке изменить и составить значит на 2024 год соответственно составить план работы если я не халтурила при заполнении плана работы у меня ничего не надо заполнять ручками а если я халтурила то у меня останутся вот такие незаполненные поля то есть если я не ввела должностных лиц организации там еще где-то программа будет без этого работать но соответственно мне придется что-то дополнять в режиме ручной корректировки а это затрата дополнительной времени ну то есть не все будет работать так как предполагалось так и соответственно здесь еще раз посмотрим с вами в зубе потому что про это отдельный отдельная тема для разговора здесь у нас в разделе настройка в разделе настройка мы с вами выбираем кадровый учет и получается вот абсолютно такая же такой же интерфейс как в ERP и мы продвигаемся мимо 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 и штатное расписание и вот у нас ведение воинского учета то есть мы проставляем флажок один флажок это значит мы один отчет себе добавили то есть это ведение воинского учета в принципе а второй учет то есть бронирование граждан второй флажок нам добавляет еще два вида отчетности но обратите внимание на то что в этом году немножко изменилось законодательство и теперь не предоставление сведений о воинском учете или какие-то нарушения связанные с воинским учетом караются штрафными санкциями вплоть до 400 тысяч рублей и в этом году то есть уже требования законодательства о том что все сведения которые касаются военкомата подает сотруднику сам работодатель ну и соответственно военкомату то есть какие-то изменения которые произошли должен подавать работодатель и если работодатель не не выполняет эти требования то есть например не произвел информирование по каким-то вопросам что например призывают на сборы призывают на явку военкомата по каким-то вопросам то есть если сотрудник не получил информацию причем доказать что он получил информацию гораздо сложнее что он получил то есть информация должна быть передана при свидетелях должен быть составлен отчет о том что такой-то работник такая-то должность такой-то фамилия имя отчество присутствовал при вручении например повестки или при вручении или при передаче информации сотрудник этот присутствовал и уже эти сведения подаются в военкомат или если работник отказался от получения этой информации ну соответственно тоже такие сведения должны подаваться и в этом случае вот вот эти самые большие штрафные санкции предусмотрены именно за нарушение правил обмена подачи и так далее напомню что срок подачи заявления о кадровых перестановках о изменении каких-то сведений о сотруднике фамилии семейном положении ну то есть любые подаются так же как в отчете ЕФС-1 и в этом случае мы с вами имеем тоже сокращенный период подачи заявления подачи сведений если раньше у нас было две недели на подачи таких сведений то теперь пять дней ну в отчете по ЕФС-1 на следующие сутки он должен быть подан комплект документов о кадровых мероприятиях ну а здесь вот к сожалению тоже сроки ограничены пять дней так снова переключаемся с вами на ERP после того как мы заполнили все сведения на зарплату и кадры на закладочке на закладочке учетная политика мы можем отсюда с вами уйти и поговорить немножко о другом вернемся снова к нашим слайдам то есть мы с вами уже проговорили о том что у вахтовиков тоже изменяется и изменяется то есть это должно быть прописано в коллективном трудовом договоре если такой есть если вахтовый применяйте вахтовый метод то должен быть коллективный трудовой договор и изменяется оценка соответствующих затрат то есть на это нужно обратить внимание по САУТ у нас к сожалению очень много будет изменений то есть у нас и методика по САУТ меняется и так далее ну и собственно говоря вахтовый метод требует того что тоже приведено все к единому началью скажем так к одним общим ставкам и при этом нужно естественно позаботиться о том чтобы те должности которые попадают под требования об изменении командировочных выплат об изменении вахтовых выплат вот то что вы сейчас видите на экране были изменены и в САУТе то есть были изменены требования к этим должностям и это соответственно должно быть взаимоувязано ну это собственно комментарии к тому что раньше было по-другому то есть раньше не изменялись выплаты в зависимости от 700 рублей на командировочные а сами на отбавки за разъездного характера были большие но вот тоже что касается нерезидентов то в этом случае у нас требования наоборот смягчились на первый взгляд хотя при более детальном рассмотрении это оказывается не совсем так то есть у нас мы резидентов и нерезидентов применяли в основном к гастарбайтерам которые 183 календарных месяц с календарных дней в году должны были находиться на территории России при этом обратите внимание вот на что эти 183 календарных дня должны были быть непрерывными в отличие от того что мы с вами говорили про дивиденды то есть соответственно если человек был на территории России то он имел статус резидента если нет то статус такой терялся и подоходный уплачивался по ставке 30 процентов а соответственно с 1 января не не нужно считать 183 непрерывных дня 183 календарных дня теперь не будут влиять на начисление НДФЛ НДФЛ будет рассчитываться по единым правилам то есть 13 процентов или 15 процентов если сумма доходов больше 5 миллионов и соответственно то в этом случае у нас казалось бы увеличивается так сказать доход этих сотрудников но на самом деле это не совсем так социальные выплаты у нас с вами изменились мы про них не будем к сожалению подробно говорить у нас уже нету времени на это а поговорим мы с вами вот о чем вы видите слайдик который иллюстрирует активацию кадрового учета в зубе то есть видите то что мы с вами сейчас так сказать ручками трогали здесь на слайдике чтобы это лучше запомнилось сейчас мы снова переключимся на внутренние так вот переключимся на демо-базу ERP и посмотрим вот что то есть в демо-базе ERP точно так же как и в зубе ведение воинского учета необходимо дополнительно активизировать и находится оно у нас в разделе НСИ и администрирование нормативно-справочная информация и раздел кадры собственно говоря практически так же самое как и в зарплате кадра только разница в том что отдел называется там настройки а здесь администрирование и вот здесь я помните говорила только что что абсолютно идентичные блоки и вот наши настройки которые касаются воинского учета тоже то есть ставим одну отметочку ставим две если вы имеете какие-то льготы по бронированию или предприятие у вас относится к какому-то например если вы может быть IT-специалисты и после этого у вас появляется в разделе в разделе вот так и вот так в карточке предприятия появляются блоки которые соответственно воинский учет и соответственно в блоках кадры и в блоках зарплата эти данные у нас располагаются вот в этом подразделе то есть если мы не активировали у нас этого подраздела просто не видно и соответственно можно искать хоть ну как бы к сожалению часто возникает искать воинский учет долго и с удовольствием а здесь как вы видите стоит отметки воинский учет сверху карточек воинского учета а в зарплате управления персоналом у нас с вами появляется вот такой учет вот то есть видите тоже абсолютно идентичный здесь нас с вами еще будет интересовать такое изменение то есть на самом деле вы соответственно подаете один документ то есть воинский учет как мы с вами смотрели ну сейчас я переключусь на ERP потому что там у нас на самом деле достаточно одинаковые так и раздел кадры вот что значит что требуется еще сказать на что обратить внимание при перенастройке то есть у нас есть обычно еще вот такие дополнительные отметки которые есть не у всех специальностей то есть есть не у всех ну только некоторых юрлицах которые ведут такую деятельность значит и обращать внимание нужно на то что у вас в текущем состоянии есть или нет вот эти вот разделы вы можете активировать и позже то есть у вас учет уже будет вестись а вы собственно говоря какие-то дополнения можете активировать немножко позже здесь обратите внимание еще вот на что сервис кабинет сотрудника который есть тоже и в зарплате и в управлении персонала здесь этот сервис в последнее время тоже стал достаточно актуальным и мы можем отметить вот здесь в разделе настроек в разделе МСИ администрирования где этот сервис будет находиться то есть либо в облаке фирмы 1С либо в локальной сети предприятия здесь 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 зависит от того какую вы приобретали первоначально настройку какую вы приобрели конфигурацию и соответственно дальнейшие действия этот сервис сейчас мы с ней снова вернемся к нашим слайдикам этот сервис помогает вам облегчить жизнь бухгалтера то есть сервис дополнительный по личному кабинету это получение справок всяких расчетных листков ну и так далее минуя бухгалтера то есть можно автоматически в этом сервисе заказать все документы не осложняя жизнь себе и бухгалтеру дополнительными требованиями и запросами собственно говоря это вот дополнительная информация по поводу изменения сроков мы с вами про это уже поговорили и собственно говоря еще раз напомнить потому что с этим у многих связано изменения которые они вносят в сроки выплаты заработной платы потому что сроки выплаты заработной платы требуют большего документального обеспечения и здесь нужно учитывать такой момент что кроме того что вы издадите требования в связи с требованиями законодательства в связи с изменением графика выплат и так далее необходимо изменить договора со всеми сотрудниками то есть эти изменения локальных нормативных актов должны быть подтвердены записями в договорах между предприятием и сотрудником это может быть дополнение к трудовому договору а может быть и новый трудовой договор но тем не менее это должно корреспондировать один документ с другим документом это в общем-то мы с вами сейчас еще посмотрим незначительные изменения потому что это надо все учитывать но в этом случае вы учитываете это когда производится обновление если вы работаете в новой конфигурации то у вас уже на эту тему не болит голова в новых релизах это все учитывается то есть это отчетность за первый квартал обратите внимание не за 2023 год то есть за 2023 год вы сдаёте по старой форме а вот за новый первый квартал этого года вы уже отчитываетесь по новой форме 6 НДФЛ на неё тоже стоит обратить внимание потому что уже сейчас возникли вопросы много вопросов возникает по форме этой отчетности и ещё одно изменение с 2024 года у нас действует совокупность налоговых баз для расчёта НДФЛ то есть если раньше у нас можно было считались определённые независимые ставки то теперь суммируются все базы по начислению которые были у сотрудника и соответственно в этом случае у нас увеличивается как бы число лиц которых налоговые вычеты применяются с 5 миллионов то есть если разные налоговые базы состыковали у человека может получиться больше 5 миллионов доход и соответственно ставка будет 15% в общем-то снова возвращаясь к налоговой ставке скажем что технически если говорить про техническую часть балета в налоговых требованиях учётной политики по большому счёту ничего не изменилось то есть у вас изменения в учётную политику могут вноситься если вы решили сменить налоговый режим вот в этом случае обратите внимание если у вас по ваше предприятие касается АУСН очень как бы аппетитная налоговая очень аппетитная налоговая система но сейчас она применяется в пилотном режиме на 4 на 4 территориальных субъектах Москва Московская область Калуга и Татарстан если как бы это будет распространяться дальше то это очень интересно но имеет жёсткие ограничения рассчитано на маленькие предприятия если есть у вас программное обеспечение российское сейчас многие переходят на работу с российскими разработчиками или радиоэлектронной продукции из реестра то вы можете превышать то вы можете применять повышающий коэффициент и соответственно в этом случае тоже нужна новая учетная политика или если вы планируете инвестиционный вычет применять тогда вам тоже нужна учетная политика то есть вроде бы как загнодательных требований в отношении того что вы должны менять учетную политику может и не быть но на практике все изменения вот эти которые у нас произошли и по налогообложению дивидендов и по нерезидентам и по вахтовому методу и по командировочным расходам их всех необходимо закрепить в разных локальных документах и по хорошему конечно эти требования то есть изменения в локальных документах должны корреспондировать с вашей учетной политикой в ERP это учетная политика для налогообложения и учетная политика для бухгалтерского учета то есть несмотря на то что вроде как и не надо поменять лучше проверить в комплексе и проверить чтобы все эти документы не противоречили друг другу еще хочу вернуться и один момент сейчас снова вернемся к нашим слайдикам и вот еще один момент вернее наоборот из слайдиков вернемся к нашей программе и поговорим про ERP в этом случае у нас с вами будет вот так и вот так значит кроме того что у нас единый налоговый счет то есть теоретически изначально предпосылкой к всем этим изменениям было два уведомления которые мы подаем в месяц то есть изменения в кадровом учете в выплате зарплаты в другие сроки были связаны с уведомлениями но у нас с вами есть еще один момент который тоже нужно учитывать в разделе 1С отчетность он точно такой же раздел есть в зупе когда мы переходим в какой-то например вот в общий журнал в какой-то раздел из-под этого из этого раздела программка сама себя хвалит она хвалит сервис 1С отчетность то есть не путайте раздел 1С отчетность содержит там в себе много пунктов а сервис 1С отчетность это возможность обмениваться с налоговыми органами напрямую с сайтом подробнее можно почитать по ссылочке и подключиться тоже самое технически подключение очень несложное а вот практически если вы являетесь подписчиком проф ИТС проф то в этом случае у вас одно дюрлицо бесплатно может подключиться если ИТС техно то у вас дополнительные деньги причем обратите внимание здесь как всегда небольшая путаница в надежде что вы не заметите то есть если у вас например 20 юрлиц то подключить бесплатно вы можете только одно значит к 1С отчетности это возможность напрямую работать с сайтом налоговых органов то есть минуя оператора ТКС то есть например если вы работаете через сайт через там например СБИС Астрал как бы контур то вы присылаете файл выгруженный из 1С а оператор самостоятельно ваш файл присылает в налоговый орган потом соответственно в обратном порядке делает отчет 1С отчетность сервис позволяет вам напрямую на сайте то есть соответственно смотреть и информацию которая вас интересует и у нас созданы некоторые кабинеты новые сейчас мы на них переключимся то есть вот здесь есть личный кабинет и обратите внимание личный кабинет есть ЕНС и личный кабинет у нас есть в налоговых личный кабинет сотрудника это разные личные кабинеты то есть если мы говорим с вами про личный кабинет сотрудника вот он у нас этот сервис в этом случае он может быть на вашем сервисе либо на сервере облачном 1С, то вот эти личные кабинеты у нас полностью содержатся на сайтах налоговых органов или других фискальных предприятий. То есть вот у нас личный кабинет налогоплательщика юридического лица, физического лица, бывший кабинет СФР, то есть соцзащита, то есть личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности и точно такой же кабинет у нас при работе с налоговым платежом. То есть в этом случае они немножко отличаются, но это напрямую на сайте налоговых органов или других фискальных органов. И вот эта корреспонденция с этими фискальными органами требует подключения к новому сервису 1С отчетность. То есть вот смотрите, видите, пишет не подключена 1С отчетность. Вот мы ее пробуем подключить и нам в этом случае будет доступна новая форма, новый интерфейс по подключению к этому кабинету. То есть что так, что так, мы за подключение к режиму работы напрямую с налоговыми органами заплатим денежек. Денежек, кстати говоря, совершенно дружественных цифр, то есть, например, на новый сервис проверка контрагента стоит 4800 рублей. Сервис электронной отчетности стоит, ну в зависимости от количества лицензии, сколько вам надо, конечно, стоит порядка от 3800 до 4800 рублей в год. То есть, соответственно, если поделим на 12 месяцев, то получим вполне себе дружественные цифры. Ну, естественно, заполняем все сведения. И обратите внимание на такой момент на подпись. То есть если у вас действующие подписи оформлены, то все нормально, ничего нового. Если вам будет здесь надо, например, у вас переключилась ситуация, когда подходит к концу электронная подпись, то, значит, в этом случае вы новый токен должны издать. Но здесь есть вот такая тонкость. По умолчанию ставится, ну, допустим, вот любое юрлицо, которое выдавало раньше токены. Ну, мы знаем, что токен с электронной подписью КЭП, квалифицированная электронная подпись, у нас сейчас оформляется только налоговыми органами. И если я вот здесь поставлю, выберу, у меня есть КЭП, если я его выберу, то мне предупреждение от программы придет, что ФНС приостановил выдачу КЭП путем заявления. То есть для того, чтобы получить это, подать это заявление, мне надо напрямую сбегать налоговую инспекцию и там подать это заявление и получить подпись. Ну и, собственно говоря, поскольку здесь требуется предоставление сведений о предприятии конкретном, естественно, я не могу запомнить это на дымом примере, потому что у меня сведения-то придуманы. Ну и после того, как вы подключаетесь к новому, допустим, сервису, вам экономится достаточно много времени, потому что как минимум два дня тратится на обмен между оператором ТКС и налоговыми органами. И потом есть ситуации, когда, например, сразу просили сведения на сверку или сведения по какому-то конкретному лицу в рамках встречной проверки. У вас только пять дней для предоставления этих сведений. И, конечно, экономия одного-двух дней в таких условиях дорогого стоит. Теперь снова переключаемся на наши слайдики. И я снова хочу вернуться к началу нашей встречи на титульный лист, напомнить вам наши данные, наши телефоны, адреса явки и пригласить к сотрудничеству. Мы выполняем весь спектр работы в 1С, то есть и разработку, и установку, и настройку. Поэтому милости просим. Будем рады оказаться вам полезными. Спасибо за время, которое вы для нас выделили. Спасибо за интерес к нашим встречам. Компания Кодерлайн прощается с вами. Всего доброго, хорошего дня. Продолжение следует...